Автопредприятия Одесской области вступили в активную фазу борьбы с разного рода эпидемиями грипп, корь, туберкулез с 15 по 23 ноября. Неделя санитарной обработки автобусов в усиленном режиме. Автобус по 38 маршруту Авидеополь, Одесса. Только в одну сторону машина перевозит не менее 30 человек. Вероятность встретиться с пассажиром-носителем инфекции велика. Чтобы снизить риск ее распространения, на предприятии Авидеополь Автотранс в период недели чистых автобусов проводят влажную уборку в салоне после каждого рейса. Важно создать здоровую атмосферу не только для пассажиров, но и для водителей. В районах люди этой профессии на вес золота. Основное заболевание, с которым мы боремся, с которым нужно бороться, это туберкулез. Палочки Коха, они выживают даже в течение месяца, могут жить. И хлоросодержащие средства могут его легко уничтожить. Когда мы производим усиленную обработку автобуса, мы заботимся не только о пассажирах, но и о водителе. Потому что водитель является в группе риска. И поэтому делаем все, чтобы автобус был безопасен не только для пассажиров, но и для водителя. Да, у нас есть на сегодняшний день, как и у других предприятий, кадровый голод. Это уже Одесса, крупнейшее предприятие Юга Украины «Севертранс». Перед отправкой на линию каждый водитель проводит 60 секунд в кабинете медика. Водитель пригородного маршрута «Молодая гвардия Черноморская» Алексей Крейсу допущен. Показатели в норме, никакой угрозы пассажирам этот водитель не несет. Хотя, говорят на предприятии, случаи бывают разные. Если медик видит, что человек уставший, что он отработал, и он не способен выйти на линию, не потому что даже он работал сверх нормы, это мы контролируем и этого не допускаем. Например, он проводил время ночью, и немножко уделил этому больше внимания, и не готовы идти на линию. Медик, соответственно, не выпускает его на линию. Перед тем, как отправиться на линию по 240 маршруту, водитель с 30-летним стажем Павел Гончаров ждет, пока его эталон обработают специальным аэрозолем. Препарат называется «Стерилий». Он не содержит ни спирта, ни хлора. Они позволяют дезинфицировать автобус от ОРВИ, от гриппа, от различных других болезней. Что самое важное, эти средства не содержат спирта, не содержат хлора. Мы заботимся о том, чтобы и эти компоненты человеку не вредили. Правда, чтобы максимально обезопасить автобус от распространения инфекций, этого не всегда достаточно. Я, например, стараюсь каждый полурейс по окончанию рейса пройти по салону, проверить, если там крупный мусор, что часто бывает, я всегда собираю и выношу. Естественно, после работы подметаем, но вы видите по салону, я стараюсь смотреть за машиной. И когда сдаю напарнику машину, это уже идет полная мойка, заезжаем к себе на моечный комплекс, моется снаружи, моется в салоне, потом сушим. Еще один фактор здоровой атмосферы в общественном транспорте – не курящий водитель. Далеко не все автопредприятия контролируют свой персонал в этом вопросе. Я в салоне не курю. Дело в том, что периодически выезжают начальники колонны, контролируют. У нас на конечную ноги заезжают, допустим, пассажиры вышли, он сразу закурил. Я не курю, но можно выйти на съезд из диспетчерска, там выпить кофе. Через некоторое время санитарную акцию повторят. Впрочем, и без указаний сверху автопредприятия понимают зону своей ответственности. К счастью, все перевозчики с пониманием подошли к этой ситуации. Они прекрасно понимают, что они перевозят пассажиров, то есть граждан Украины, граждан Одесской области. И с пониманием подошли, и у нас не было проблем с этим. Все перевозчики правильно отреагировали и соответственно произвели для этого мероприятие.